Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Наконец-таки мы с вами дождались четверга, потому что сегодня у нас заседание двух регуляторов, которые могут стать и должны, и скорее всего станут, довольно серьезными источниками роста для британской валюты и евро. Поэтому сегодня мы преимущественно следим за этими двумя инструментами. Я надеюсь, друзья, что какой-то из этих активов, а может быть даже сразу и тот, и другой, входит в число тех трейдов, которые вы проводите на рынке Форекса, на рынке финансовых инструментов. Поэтому сегодня мы разбираем фундамент, о котором вы должны быть в курсе, должны учитывать все риски для, опять же, торговли, особенно если эта торговля сопряжена с большой загрузкой депозита, поскольку сегодня все-таки довольно важный день. Я бы не стал говорить о том, что этот день станет переломным для того же самого евро и британца, потому что мы все-таки знаем, что для фунта есть более серьезный катализатор фундаментального характера, это перспектива соглашения Brexit и сможет ли Англия сохранить доступ к единому европейскому рынку. А вот что касается Европейского центрального банка, то в конце концов все будет вертеться вокруг того, какие темпы будут придерживаться, какими темпами будет руководствоваться Европейский центральный банк по сворачиванию программы количественного смягчения и будущих повышений процентной ставки. Я думаю, что сегодня мы вряд ли получим много конкретики по этим вопросам, хотя пресс-конференция будет, но все-таки еще много времени остается нам до конца 2018 года, и какие-то более серьезные сигналы по перспективам европейской монетарной политики будут поступать уже к закрытию 2018 года. Но все равно всплески волатильности будут. Я думаю, что и фунт, и, собственно, европейская валюта должны показать сегодня ход больше 100 пунктов. По британцу, возможно, даже будет более динамичное движение. По ожиданиям, забегая вперед, хочу сказать, что даже с учетом такого насыщенного новостного календаря у нас остаются прежние приоритеты по движениям. Это евро вниз и британская валюта тоже вниз. Из важных событий, помимо заседания Банка Англии и Европейского Центрального Банка, сегодня в 15.30 нужно будет обязательно последить за данными по инфляции в США, поскольку это последний влажный релиз, на который реально стоит обратить внимание, перед заседанием американского регулятора Федрезерва, который состоится ближе к концу сентября. По ожиданиям того, что там будет в плане решений, я уверен, вы все знаете, мы давно с вами настроились, опять же, на неизбежное повышение процентной ставки, поэтому сейчас лишь продолжаем получать сигналы и довольно весомые, существенные аргументы того, что мы правильно делаем, положившись на риторику представителя американского регулятора, выступающих за то, что ставки реально нужно повышать уже сейчас, потому что именно такой подход к монетарной политике, в конце концов, позволит превратить риски перегрева национальной экономики. Этот риск, признаю, стал довольно очевидным сейчас в свете того, что ФРС, скажем так, американская экономика, так будет правильно, все же вышла на целевой ориентир по инфляции. И если сейчас не адаптировать политику, разумеется, к тому, что происходит с показателем CPI, то, в конце концов, инфляция может продолжить расти и дальше, особенно в свете таких высоких цен на нефть. Поэтому нужно уже внедрять своего рода такие макроэкономические стопоры, которые, в конце концов, и должны привести к еще большему укреплению курса американской валюты. Давайте чуть подробнее теперь разберем наши основные инструменты, на которые мы делаем ставку. Нефтянка, хай, вчерашнего дня, 80.11, сейчас торгуется чуть ниже 80.79.32. Ралли, которое мы наблюдали в ходе торговой сессии вторника, даже, скажем, с начала этой недели, многократно усилилось, и фактически мы вчера переписали максимумы с мая, но уж оказались точно с мая выше 80 долларов за баррель. При этом на настроение трейдеров повлияли два фактора. Во-первых, это статистика по запасам нефти от администрации энергетической информации, которая очень близко оказалась тем данным, которые мы ранее получали от Американского института нефти, запасы просели, и, соответственно, это простимулировало покупки. Но, может быть, еще большее, и я бы даже сейчас исключил слово «может быть», и предположил, что еще большее основание для роста цен на нефть все-таки выступают опасения в связи с последствиями урагана Флоренса, который, как вы знаете, уже достиг четвертой категории по потенциально разрушительным последствиям. И этот ураган должен подойти к восточному побережью США уже в рамках практически текущей сессии, ну, скажем так, текущего дня. Поэтому, возможно, он... Сейчас мы вынуждены говорить о вероятных разрушительных последствиях такого сильного природного катаклизма. Можно, конечно же, порассуждать относительно того, как он скажется на американской нефтяной инфраструктуре. И вот есть версия, опять же, что из-за этого урагана не миновать сбоя в работе одного из крупнейших трубопроводов, через который осуществляется транзит дизельного топлива и бензина, точнее, из Хьюстона, в сути, через все восточное побережье. Опять же, сделаю ремарку, что это, друзья, еще не факт, но все-таки риски эти могут проявиться. Поэтому отклик на рынки нефти, ну, может быть, в связи с этим обоснован. Какой из факторов, все-таки, ключевой поддержки вам нравится больше? Это последствия урагана Флоренса. Хочу сразу также отметить, что через несколько дней мы уже фактически берем на второй план этот фундамент, потому что он, впоследствии урагана Флоренса уже останутся позади, и в итоге вынуждены будем сфокусироваться на том фундаменте, с которым мы работали. Про запас, друзья, также особо сейчас не вижу смысла говорить, потому что статистика очень сильно разнится от недели к неделе. Эта статистика своего рода обладает еще и таким компенсирующим воздействием. Ну да, запасы просели, это вроде бы как фактор поддержки для нефти, но у нас параллельно еще вышли данные по росту запасов бензина и дистиллятов, и раньше этот фундамент выступал своего рода компенсатором. Я хочу отметить, друзья, также, что трейдеры не отреагировали практически на отчеты по, собственно, доклад ОПЕК, на который я делал большой акцент. Этот доклад, на мой взгляд, по содержанию оказался исключительно медвежьим, потому что ОПЕК, ближневосточная организация, сообщила о том, что в прошлом месяце производство нефти было увеличено на 267 тысяч, при этом также ОПЕК пересмотрела прогнозы спроса на нефтянку. Может быть, реакция последует чуть позже. Я даже повысил бы вероятность коррекции с текущих значений, еще исходя из теста очень важного технического уровня, 80 долларов за баррель. Посмотрите, на дневках действительно мы неоднократно уже от него отбивались. Поэтому теоретический фундамент с, опять же, желанием отыграть доклад ОПЕК может привести к развитию нисходящей динамики. Это было бы сейчас более чем оправданно. Также этому способствует техническая картина. И, скорее всего, на следующей неделе, когда мы уже вернемся к более привычным факторам движения цен на нефть, я думаю, что настроения уже будут меньше подогреваться касательно спроса на нефть, еще и последствиями урагана. Поэтому с рынка сойдет еще один фактор поддержки, который и выступил от причины роста к тем уровням, на которых мы сейчас наблюдаем. В общем, друзья, продолжаем искать уровни для долгосрочных продаж. Я думаю, что вот уже где-то совсем близко этот разворот должен произойти. Кто знает, может быть, опять же, та коррекция, которая идет сейчас, будет развита и перерастет в более выраженную нисходящую динамику. Рубль 6901. Как и раньше, я не сомневаюсь в том, что рублю придется столкнуться с еще одним девуляционным прессом. Он может проявиться в самое ближайшее время. Фактически сегодня с открытия торгов, через 20 минут они стартуют. Я также не сомневаюсь в том, что рубль окажется под давлением, потому что санкции, о которых мы с вами говорили, дополнительные, все-таки приняты. Но пока что речь идет только о санкциях в отношении лиц за вмешательство на выборы в США. Но вы знаете, что Россия в этой теме очень активно фигурирует. Поэтому, возможно, этот фон быстро примерит, опять же, на российской экономике и том, как он может отразиться на динамике рисковых инструментов именно российской фонды и рубля. Из факторов поддержки для рубля, почему рубль укрепился за минувшую торговую сессию, кто-то считает, что на рынке ФЗ наконец-таки начался долгожданный разворот. И если мы действительно посмотрим сейчас на то, что происходит со стоимостью облигаций, а не с показателем доходности, вы сможете убедиться в том, что стоимость постепенно растет и, соответственно, доходность снижается. Да, логический вывод следует, что на эти бумаги есть спрос. Но я, друзья, хочу сразу же вам сказать, что никакого спроса на самом деле в отношении российских ФЗ нет. Никто в эти бумаги не поверил. Единственная причина, по которой мы сейчас работаем с тенденцией не роста доходности отечественных ФЗ, это причина связана с закрытием долгосрочных и очень больших шортов. Возможно, до конца этой недели ситуация уже устаканится в этом плане и мы неизбежно вернемся к тем рискам, которые по-прежнему характерны для всех развивающихся рынков. Поэтому не нужно верить в этот абсолютно шаткий позитив, который вроде бы как сейчас есть на рынке рубля. Если рубль будет испытывать прежнее давление, мне даже страшно подумать о том, какие потери понесет рубль, если сейчас в соответствии с нашим прогнозом развернутся цены на нефть. А это более чем вероятно. Возможно, рубль припился, опять же, только лишь благодаря восстановлению стоимости углеводородов. Но и здесь основания для дальнейшего роста очень шаткие. Фактически весь потенциал роста уже выжат. Мы ждем коррекции, которая может перерасти в новую нисходящую тенденцию. И по рублю мы ждем очередной упор, который будет сделан на снижение котировок этого инструмента против доллара и евро. Я думаю, что на следующей неделе, друзья, у нас будет с вами новая сделка по доллару-рублю. Дан вам конкретный уровень. Пока что давайте следите за развитием событий. Завтра заседание Центрального банка России и решение по ставке. Мы, кстати, об этом решении с вами говорили. Вот переживем пятницу, понедельник вернемся к торгам. Посмотрим уже с оглядкой на решения, принятые Российским Центральным банком. И посмотрим на то, где рубль все-таки завершит текущую неделю. Я думаю, что это все равно будут уровни поближе к 70. Вряд ли рубль сможет отстоять позиции ниже 69. Доллар и гена 111.40. Так и мы продолжаем консолидироваться в районе 111.50. Важно отметить то, что интерес к доллару сохраняется даже несмотря на обращение Китая, ВТО с просьбой установления санкций против США. Я делал на этот акцент вчера, потому что это реальный фактор усиления геополитической напряженности, который должен был бы поспособствовать спросу на инструменты, которые обладают более интересными, выраженными защитными свойствами. В конкуренции доллара и иена, конечно же, это японская валюта. Тем не менее, доллар все равно сохраняет свои позиции. Это еще одно доказательство того, что доллар сейчас ориентируется больше на перспективы монетарной политики. Об этом мы также уже, друзья, говорили. Не забывайте про очень важный отчет по бизнес-оптимизму среди малых предпринимателей. Кто-то умиляет его значение, но не стоит, потому что как раз мелкая предпринимательская розница, собственно, и является, на мой взгляд, самым лучшим барометром настроения, который на американском рынке есть. Этот позитив взят неспроста. Я думаю, что он будет транслироваться, поддерживаться и дальше, поскольку все-таки реформы Трампа на внутреннем рынке, которые связаны с снижением налогов, реализовал, как и было обещано. Сегодня, я повторяю, друзья, у нас еще и очень важный отчет по инфляции. Я уверен, что данные, по крайней мере, останутся в конвеях тенденции прежнего роста. И если индекс потребительских цен будет подтвержден по позициям вблизи 2% целевого ориентира, то, разумеется, ФРС и те представители американского регулятора, которые еще, может быть, думают о том, сколько уместно повышение ставок до конца этого года, 2 или 1, встанут на сторону тех, кто ратует за 2 повышения в сентябре и декабре. Ралли по доллару в самом начале, если вы еще к нему не принкнули и не присоединились, у вас есть время. Также хочется отметить еще и комментарий. Я, правда, не нашел источник, друзья, точнее, со ссылкой на кого он был сделан. Но, вроде бы, как США и Китай готовы сесть за стол в переговорах. И, вроде бы, как инициативу в этот раз выказали именно сторона американская, американских переговорщиков. Ну, не знаю, насколько это может перерасти в нечто большее. Попахивают, опять же, переговорами на нижайшем уровне без каких-либо прорывных вещей. Поэтому, считаю, что, как и было отмечено, точка невозврата уже пройдена. Поэтому мы лишь будем с периодической регулярностью наблюдать за тем, как усиливается вот эта торговая конфронтация США между США и Китаем. Поэтому фонд в целом остается в плане вот этих торговых рисков неизменным. Ну, и при этом также и доллар демонстрирует свою неизменную стойкость в связи с этим фундаментом, поскольку больше ориентируется, опять же, на скорое повышение процентной ставки. Доллар канадец. Здесь вообще динамику можно характеризовать, как эйфория, которая разразилась на рынке канадского доллара. И, наконец-таки, в этот раз эйфория была связана с прогрессом, прорывом переговоров по нафта. Я надеюсь, друзья, то, что в ближайшие дни мы получим больше доказательств того, что, наконец-таки, конструктив нащупали США и Канада. Сейчас мы можем говорить лишь о предположениях. Опять же, есть комментарии, которые сделаны и на Трампа, и на министра иностранных дел Канады Фриланда о том, что, наконец-таки, переговоры стали действительно хорошими в плане того, что и Канада пошла на уступки относительно национальной молочной промышленности. Я, правда, не совсем детально осредил, какие моменты и пункты вот этого потенциального соглашения с нафт являются самыми спорными. Но вот тот материал, с которым я познакомился, вроде бы как и гласит, что именно молочная промышленность Канады и именно экспорт этого сырья был самым сильным камнем преткновения. Ну, собственно, таким же, как, например, в вопросе Брэзита от границы Северной Ирландии. Это еще нужно проверить, действительно ли это так. Но, если это так, то, в конце концов, у нас есть позитивный комментарий по этому моменту. Переговоры сдвинулись с мертвой точки и, возможно, как и с Мексикой, Штаты реально заключат соглашение в ближайшие дни. Нам это и нужно, потому что Канадец только на ожиданиях уже неплохо откатил от максимума, который мы видели в конце прошлой недели, выше отметки 1.32. Мы уже протестировали поддержку 1.30, но пока этот уровень держится. Наша цель, друзья, очень амбициозная, но, представляете, как будет круто, если мы до нее доберемся. Это отметка 1.25 и с учетом вот этих новых вводных я предлагаю от этой сделки, от этих ожиданий не отказываться. Евро против доллара 1.16.31. Торги очень вялые по, собственно, и британцу вчера, и по европейскому, понятно, ведь сегодня такой насыщенный фундамент. И трейдеры предпочли пока не рисковать перед конкретикой, которая будет выброшена на рынок по факту заседания уже и Банка Англии, и Европейского Центрального Банка. А еще, можно сказать, даже конкретика по факту пресс-конференции председателя ИЦБ Марио Драги. Но сегодня Европейской Банке придется прийти в движение. Будем рассчитывать на то, что это будет нисходящая динамика, потому что уверен в том, что Европейский Центральный Банк сегодня пересмотрит прогнозы по инфляции темпом экономического роста. Почему я так верю в более низкие показатели экономического роста? Потому что, ну, иного не дано, друзья. Ведь мы с вами не каким-то образом вербально мы рассуждаем о том, что происходит с экономикой. Мы отталкиваемся от различного рода индикаторов национального рынка. Этим индикатором является производственный сектор, активность потребителей, показатели инфляции. Много вот этих макроэкономических компонентов, которые влияют на ООП. И вы знаете, что все те данные, которые мы разбирали в последнее время, 90% статистики больше указывало на то, что времена не самые сладкие для еврозоны. И вот вчера вышел отчет по промышленному производству еврозоны. Спад в годовом выражении, представляете, в годовом и в месячном до минусных целых 1,1% с прошлого роста на 2,3%. Еще один индикатор того, что экономика сейчас буксует еврозоны. И это, на мой взгляд, и есть частичные отголоски, опять же, очень нервозных. Хотя многие предпочитают сейчас не использовать это слово в отношениях торговых между США и Европейским Союзом. Но, на мой взгляд, эти отношения действительно и реально остаются крайне натянутыми. Мы ждем, собственно, и возобновления переговоров, где основным пунктом обсуждения являются пошлины на автомобиле. Однако последние позиции от США и их жесткая позиция, нежелая не идти на уступки, сейчас позволяет нам говорить о том, что никаких послаблений не будет сделано и для Европейского Союза. По евро, друзья, сегодня ждем ослабления не только потому, что я делаю больше акцент на мягкую риторику драги, но и хотя бы потому, что я верю в рост доллара, о чем я уже говорил. Британская валюта 1.3044, тоже, как уже было отмечено, торги довольно вялые. Важный день сегодня, однако при всем уважении к заседанию Банка Англии, конечно же, каких-либо коллектив не произойдет. Может быть, будет дана переоценка относительно ожидания следующего повышения процентной ставки. В моменте, конечно же, фунт придет в движение, но, скорее всего, мы так и останемся примерно в диапазоне 1.29-1.31. Дальнейшее движение британца будет связано с переговорами по Brexit, а здесь мы ждем очередного негатива, поэтому и сохраняем короткие позиции. По австралийцу, как было отмечено, австралиец отреагировал на комментарии о возможности возобновления переговора США и Китая. Мы сейчас с вами порассуждали о том, насколько они состоятельно пришли к выводу, что, скорее всего, нет. Поэтому вряд ли на этом австралийцы будут долго расти. Но сегодня еще курсы австралийца поддержали данные по рынку труда, заняты 44 тысячи с прошлого снижения на 3,9 тысячи. Конечно же, в моменте тоже этот позитив. Однако, как ни крути, локальному отчету по рынку труда не в силах совладать с ранее накопленным негативом, который, в конце концов, у нас упирается в закредитованность, низкие темпы роста заработных плат и слабую инфляцию. А если, в конце концов, мы с вами еще, я уверен, обязательно вернемся к очередному раунду обострения отношений с США и Китаем, конечно же, австралийцы снова окажутся под давлением. Поэтому у нас было очень много таких выпадов австралийца наверх, мы на них не обращали внимания и правильно делали, потому что австралийец после этого снижался. Наблюдаем то же самое сейчас. Австралиец остается под давлением, ждем, как и раньше, отметку 0,70. Что касается, точнее, да, 0,70. Что касается новозеландца, 0,65, как было ориентированно, так и остается. Чуть-чуть нам придется снова подождать, потому что на фоне позитивного, позитива в отношении австралийца, всплеска интересных валютам в страны Океании, откатило и новозеландский доллар. Но, опять же, это, друзья, не надолго. Ждем, как и раньше, цель 0,65. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что движения на рынке сегодня будут довольно существенными. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это, скажем так, те механизмы контроля рисков, которые находятся в ваших руках. И вы должны использовать эти инструменты. Будем надеяться, что рынок сегодня будет располагать к развитию понижательного ралли по рискам. Тем более, что фундамент с определенной точки зрения должен этому поспособствовать. Всего доброго. До свидания.